Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета Работчика и Спандельтов. Тема занятия «Экономическая борьба и экономизм». Считает лекцию кандидата в медицинских наук Денис Борисович Китерев. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы продолжаем обсуждать такую важную тему, как экономическая борьба. Ну и попутно затронем еще вопросы так называемого экономизма. Выбор темы не случайен. Во-первых, сама по себе тема экономической борьбы является чрезвычайно актуальной. Она актуальна прежде всего для рабочего класса, потому что является материальной основой борьбы за классовые интересы. Но не только это побудило меня выбрать эту тему, но и многочисленные упреки, которые поступают в адрес нашей партии, рабочей партии России, в так называемом экономизме. Поэтому хотелось бы сегодня осветить еще в общих чертах вопрос о том, что же такое экономизм. Уже поступают вопросы по этой теме. Не случайно эта тема поднимается в этом семестре. Это не первая тема, посвященная экономической борьбе. Буквально одну лекцию назад и пан Сергеевич Маленцов выступал по этому вопросу. Особо ценным в его выступлении является тот материал, который он привел относительно современного состояния экономической борьбы в России по данным анализа Института профсоюзов. Конечно, эти данные очень ценны, потому что позволяют нам получить определенный срез, каким образом, с какой интенсивностью идет экономическая борьба сейчас у нас в стране, есть ли тенденция к нарастанию этой борьбы или, наоборот, к затуханию. Ну и, наконец, сделать выводы все-таки, с чем связаны те или иные изменения, в том числе в продолжительности забастовок, в том числе в изменении формы так называемых социально-трудовых конфликтов, потому что этот анализ, который привел товарищ Маленцов, он касается не только забастовок, хотя забастовки, безусловно, в первую очередь являются основным инструментом классовой борьбы пролетариата, но, тем не менее, другие формы протеста, другие формы борьбы экономической, далеко не все, конечно, они вошли в этот анализ, потому что мы знаем, что есть борьба на самом низовом уровне, которая никак не может быть отражена в формах статистики, но, тем не менее, эти данные для нас чрезвычайно важны. И что для нас еще важно, что, обладая знанием о современном состоянии, мы можем сопоставить результаты вот этого анализа с теми данными, которые мы имеем по экономической борьбе пролетариата в конце позапрошлого и в начале прошлого века. Сравнить, увидеть, большей активностью обладает пролетариат или меньшей активностью, идет ли понарастающее забастовочное движение или, наоборот, мы отмечаем его спад. Насколько действительно то, что сейчас происходит на предприятиях, можно назвать настоящими забастовками. Ну и, наконец, мотивы, побудительные причины то, что толкает людей на забастовки. Есть ли здесь какие-то отличия или нет. Поэтому вопросы экономической борьбы еще долго будут звучать в этой аудитории и не только в этой аудитории. Естественно, что мы не можем пройти мимо этого важного вопроса, потому что он касается как насущных интересов рабочего класса, так и касается его коренных интересов. Без анализа экономической борьбы, без научного подхода к ее пониманию, мы не можем двинуться дальше, в том числе и осознать основополагающие положения марксизма. Экономическая борьба, возвращаясь, так сказать, к истокам, возвращаясь, если начинать от яйца, не нами начата и не нами будет закончена. Когда возникает экономическая борьба? Экономическая борьба возникает тогда, когда возникают классы. Тогда, собственно говоря, возникает экономика, когда возникает первая антагонистическая общественно-экономическая формация. при первобытно-общинном коммунизме мы, ну, во-первых, мы не имеем данных о том, была ли там какая-то экономическая борьба. Мы можем предположить, поскольку все члены общества находились в равных условиях выживания, речь шла о выживании человека как вида, соответственно, борьба шла в основном силами природы. Экономическая борьба возникает тогда, когда наряду с силами природы и постепенно все более и более опережая их в значении, усиливая свое значение, появляется борьба между даже не отдельными представителями человеческого рода, а между возникающими классами. Это возникает уже в период рабовладения. Какие формы принимает борьба, экономическая борьба в период рабовладения? То же самое достаточно примитивное. Это во-первых, уклонение от работы. Если надсмотрщик не смотрит, можно не работать. Смотрит, работаем. это индивидуально. Порча орудий. Мы знаем, что рабам доверяли только самые примитивные, самые просто устроенные, грубые орудия, потому что в противном случае они могли бы сломать, испортить. Но если они ломали и испортили эти орудия, соответственно, их легко было и дешево заменить на такие же, что не могло не сдерживать естественное развитие вот этих орудий труда. И мы знаем, что в конечном итоге именно совершенствование орудий труда и появление более эффективных способов, прежде всего, земледелия, обработки почвы, появление новых серхозорудий, оно и подорвало основы рыбовладельческой экономики и в конечном итоге привело к смене общественной информации, к смене рыбовладения феодализму. Итак, мы видим, это индивидуальные формы борьбы, но, естественно, в рыбовладельческом обществе были и коллективные формы борьбы. Это восстание рабов. За что шла борьба? Борьба не шла за изменение общественного строя, потому что не было представления о том, что может быть какой-то еще другой общественный строит, шла борьба конкретно за улучшение своего положения, за получение личной свободы или за улучшение в целом, так сказать, даже отношения к себе. Но выйти за пределы вот этой формации рабовладельческой, естественно, рабы не могли и не могли их изменить и восстание. поэтому все эти восстания заканчивают даже самые крупные, даже с участием таких талантливых людей, как Спартак, они не могли закончиться победой, не могли закончиться выходом из этого рабовладельческого строя. Итак, мы видим, что зарождение экономической борьбы фактически происходит зарождением класса общества, которое сопровождалось и зарождением государства. Но прежде чем двигаться дальше по шкале исторической, по исторической шкале, мы должны объяснить или вспомнить, потому что все мы наверняка это хорошо знаем, о том, за что ведется собственно экономическая борьба. Экономическая борьба ведется за экономические интересы. А что такое экономические интересы? это такая характеристика положения людей в системе общественного производства, которая показывает то, что им действительно объективно выгодно. И мы видим уже на пределе, на примере рабовладельческого общества, что да, рабы начинали бороться за то, что им экономически выгодно. продолжилась ли экономическая борьба при следующей общественной экономической формации, при феодализме? Безусловно, безусловно, было, имело место продолжение борьбы. И здесь надо отметить, что переходный период от рабовладения к феодализму, он тоже представляет для нас определенный интерес, потому что переход не случился в одно мгновение, что вчера было рабовладение, а сегодня уже настал феодализм, то есть появились крупные землевладельцы, которые подчинили себе других землевладельцев, более мелких, и соответственно правят ими и всячески эксплуатируют. То есть был переходный период, когда существовали крупные рабовладельческие землевладения, и существовал класс мелких и средних землевладельцев, которые занимались сельхозпроизводством на своей земле. То есть это тот класс, который был экспроприирован крупными земельными собственниками, тот класс, который прежде всего путем внеэкономического принуждения был поставлен в феодальную зависимость и послужил дальше основой экономической вот этого феодального способа общественного производства. Общественного производства. Так это происходило. И здесь наверняка и мы знаем это из истории, что имела место достаточно острая борьба. Достаточно острая борьба. То есть одновременно со сломом рабовладельческого общества шло возникновение таким образом общества феодального. Поэтому здесь уже сталкиваются более сложные экономические интересы различных групп. Каждый из этих групп ведет свою борьбу за свои экономические интересы. государства как при рабовладении так и при феодализме мы видим, что класс имущий, класс собственников средств производства он использует не только индивидуальное принуждение, но он уже использует силу государства. Силу государства. И если мы рассматриваем взаимоотношения экономической и политической борьбы, то здесь для неимущих классов вопросы политической борьбы вообще не возникают, потому что у них нет никаких шансов на участие в политике, а политика, как мы знаем, это борьба классов за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. А вот среди классов имущих, среди классов, которые обладают средствами производства, собственностью на средства производства, здесь уже идет не только экономическая борьба, но и борьба политическая. Но опять-таки за что ведется политическая борьба? За то, чтобы более полно, более так сказать, без помех, беспрепятственно, и более эффективно осуществлять те же свои экономические интересы. То есть борьба за политическую власть, борьба за власть в государстве, она неизбежно ведется прежде всего за осуществление экономических интересов. Конечно, есть отдельные индивидуумы, они всегда находятся, которые стремятся к власти ради власти. Но в целом можно сказать, и это совершенно очевидно, что борьба за власть, борьба за определенное положение в обществе ведется прежде всего для улучшения своего экономического положения, своего личного или своего слоя, своего класса, своего к которому тот или иной человек относится. Борьба продолжается соответственно, экономическая и политическая борьба в правящем классе феодальном и идет экономическая борьба со стороны тех, кто находится в вассальной или крепостной зависимости. В чем она проявляется? такой наиболее яркий классический пример это крестьянские бунты. Провоцируются они конечно прежде всего усилением гнета и переходом так сказать всяких границ со стороны правящего класса, со стороны крупных собственников, то есть и своих или чужеземных или тех и других то вместе то попеременно, что приводит к тому, что вспыхивают крестьянские восстания, бунты, которые в том числе ведут порой к положительным переменам и в жизни государств. это в общих чертах. Естественно продолжается борьба и на самом низовом уровне та же самая уклонение от работы это попытка перераспределить попытки перераспределить продукты производства в свою пользу, то есть там утаить какую-то часть от хозяев от барина и так далее. То есть здесь многообразные формы. Естественно с этим идет борьба. Борьба опять-таки как с использованием индивидуальных средств, которые находятся у хозяина у барина и если он сам не справляется то привлекаются силы феодального государства. Но в политическую плоскость опять-таки вот эта борьба угнетенных классов она не переходит. Даже если мы возьмем такие крупные события в российской истории как восстание Емельяна Пугачева то здесь никаких поползновений изменить политическую обстановку в пользу крестьян не было. То есть он Емельян Пугачев выдавал себя за царя и речь шла о том что при сохранении существующей политической системы да он будет более такой добрый справедливый царь который соответственно укротит помещиков не даст им так сильно угнетать крестьян но никакой собственной политической программы естественно период феодализма выдвигаться не могло. Но в недрах феодального общества зарождается новый класс собственников средств производства это класс буржуазии это класс буржуазии который поначалу вынужден естественно существовать в условиях феодального общества пытаться развиваться в нем развивать производства но постоянно чувствует на себе гнет насилие со стороны крупных землевладельцев и их государства идет постоянное давление идет препятствия не дают развиваться как бы сказать не дают делать бизнес как бы тебе сказали каким образом можно получить свободу ты можешь быть самым богатым человеком в стране но тем не менее у тебя гражданских прав не больше чем простого крестьянина если ты не относишься к знати если ты не относишься к феодалам значит ты не можешь влиять на принимаемые какие-то в государстве решения ну и собственно говоря в любой момент тебя опять-таки могут по воле государя или по воле представителей правящего класса экспроприировать и опять ты превратишься в ничто соответственно экономические интересы а именно экономические интересы в буржуазии очень простой это получение максимальной прибыли это приводит к тому что буржуазия осознает необходимость бороться за власть государства а между прочим борется она не с какой-нибудь там властью случайной да или властью полученной незаконным путем или закон она борется с властью дарованные самим Богом собственно говоря царь это же помазанник Божий с освященным престолом начинает бороться это вообще так сказать такой широкий замах для буржуазии и каким образом естественно что одними экономическими способами здесь бороться с этим невозможно хотя естественно они идут вход как обычно да если есть денежные средства то можно оказывать влияние в том числе и на представителей знати которые в общем-то любят денежки и тратят их без счета соответственно всегда можно найти людей которые станут проводниками твоих интересов в существующем феодальном государстве так оно и происходило но этого было мало этого было мало поэтому буржуазия повела борьбу по всем фронтам начиная с фронта идеологического начиная с мировоззренческого фронта если можно так выразиться потому что проповедь атеизма да и так сказать отрицание божественной природы власти это не просто философия это уже заявка на определенное миросозерцание это выдвижение лозунга о неотъемлемых правах человека это выдвижение всем известных всем известным лозунгов которые были написаны на знаменах французской революции свобода равенства и братства ну и наконец известный буржуазный тезис о необходимости разделения властей который до сих пор считается чем-то ну скажем так в определенных кругах да среди аудитории я думаю что не считается чем-то незыблемым власть должна быть непременно разделена на три ветви вот таким образом то есть идет по линии идеологии по линии теоретического осмысления по линии теории что еще выдвигается теория борьбы класса буржуазные историки на которых ссылался маркс соответственно да разрабатывать теорию классовой борьбы о том что предшествующая история является борьбой классов и что не только исконно так сказать ну вот не только знать не только родовая аристократия может править соответственно может управлять государством это тоже средства борьбы ну и наконец для того чтобы завоевать политическую власть буржуазия должна была привлечь на свою сторону и представителей неимущих классов и вернее даже не только представителей а широкие слои неимущих классов потому что чьими руками как говорится делать революцию буржуазия относительно значительная жизнь свою она ценит высоко соответственно для того чтобы таскать каштаны из огня нужен пролетариат ну и мелкая буржуазия которая легко загорается легко да ну легко остывает понятно но когда она загорается значит можно вот в этой мутной воде которая создает кипение бурление мелкой буржуазии успеть половить рыбку и собственно говоря основным уловом является власть государства мы знаем что буржуазия пришла к власти далеко не мирным конституционным путем то есть она приходила к власти путем буржуазии только потом она в этом праве она всем остальным уже стала отказывать да значит буржуазия как прогрессивная на тот момент а и до сих пор они считают себя прогрессивным классом они имеют право бороться с тиранией так сказать с несвободой с феодализмом а вот то царство которое они установили царство буржуазной демократии вот оно уже конечно не подлежит с точки зрения буржуазии никакой ревизии и никакого здесь революционного перехода к более прогрессивному общественному устрою буржуазия не предусматривает не предусматривает какой здесь положительный итог положительный эффект от политической борьбы буржуазии для классов неимущих здесь пожалуй впервые поскольку непосредственное участие классы не имеющие собственности приняли в революционном процессе у них впервые появилась возможность фактически пусть не за свои прямые интересы но поучаствовать уже в борьбе политической и несмотря на то что итоги буржуазных революций они в общем-то оказались не очень благоприятными для пролетариата в том плане что свобода оказалась только свободой торговать а торговать пролетариату собственно говоря нечем кроме своих рабочих рук и собственной семьи поэтому труд превратился из подневольного в наемный равенство оказалось тоже неравных братство не одно а два братства есть братство буржуазии есть братство пролетариев и это два разных братства одно одним достается все а другим ничего борьба экономическая пролетариата таким образом продолжилась она не возникла на пустом месте то есть она как мы видим она не возникла просто из возникновения буржуазного общества это та же экономическая борьба людей лишенных собственности людей лишенных средств производства эта борьба продолжилась только она стала приобретать новые формы в связи с тем что изменилась форма общественного производства но здесь еще изменились условия таким образом что разрозненные производители разрозненные представители трудящихся они оказались собраны вместе благодаря тому что капиталистическое производство способствует концентрации в как территориально так и в рамках разделения труда способствует концентрации вместе трудящих то есть те люди которые трудились раздельно они начинают трудиться вместе они могут взаимодействовать обмениваться и осуществлять в том числе коллективные действия то есть борьба приобретает более такой организованный характер за что ведется экономическая борьба рабочим классом это три как бы есть три кита заработная плата это продолжительность рабочего дня и рабочего времени если говорить в общем и это условия труда ну и если говорить о ранних стадий да пожалуй сейчас тоже может быть да можно добавить еще четвертого китае это борьба за достойное отношение к себе отношение к рабочему как к человеку вот оно может быть не чисто экономическое да это более потребность более высокого уровня но тем не менее если говорить об экономических вопросах то вот это три кита все это вместе можно свести к одному к условиям труда потому что и рабочее время и заработная плата без которой невозможно осуществление трудовой деятельности да ну и сами так сказать условия труда в узком смысле как как факторы производственной среды и трудового процесса которые непосредственно влияют на здоровье работников в процессе производства они все это вместе составляет условия труда таким образом борьба экономическая она ведется за улучшение условий труда по всем вот этим параметрам борьба начинается стихийно борьба ведется сначала разрозненно отдельные предприятия отдельные там участки приобретает поначалу формы достаточно грубые примитивные малоэффективные мы знаем о движении лудитов так называемых на прошлой лекции наш товарищ довольно ярко выступил я вот думал что движение лудитов оно закончилось давным-давно оказывается лудиты так сказать дух лудизма жив до сих пор до сих пор находятся люди которые в общем-то для того чтобы как-то улучшить свое материальное положение пытаются разрушить те самые средства производства но сейчас это носит спорадический характер довольно быстро рабочим стало понятно что толку от этого никакого не будет и что надо действовать другим образом и наиболее эффективным способом борьбы оказалась забастовка или стачка то есть прекращение работы производство останавливается производство собственник терпит убытки в ряде случаев удается достичь так сказать каких-то уступок с его стороны для того чтобы более эффективно вести вот эту борьбу рабочие начинают объединяться в союз так возникают первые профессиональные союзы или тред-юнионов задача тред-юнионов очень простая собственно говоря да это продавать рабочую силу на более выгодных для рабочих условиях и собственно говоря эта задача она все время в период капитализма сохраняется и за профсоюзами она закреплена никуда профсоюзы до наступления так сказать до установления диктатуры пролетариата до перехода к коммунистическому способу производства никуда от этого профсоюзам не деться если профсоюзы не борются за вот эту составляющую они профсоюзами по большому счету по сути не являются если они не ведут борьбу за условия труда в широком смысле и за заработную плату в узком так сказать если сужать вот эту эту тему значит Карл Маркс пишет что рабочие начинают с борьбы за заработную плату объединяясь профессиональные союзы но постепенно защита вот этих союзов защита этих объединений выходит на первый план она становится для них более важной чем собственно говоря сама борьба за за заработную плату о чем это говорит вот это как раз то что можно и то что Владимир Ильич Ленин называл школой коммунизма когда борьба за общие интересы борьба за общие интересы становится приоритетной когда человек уже не один борется не только за свой так сказать какой-то локальный интерес но и за интересы своих товарищей вот вот что важно школа это не то что так сказать в школе там нельзя стать коммунистом да школа готовит взрослые жизни вот поскольку коммунизм происходит от слова коммунист как мы знаем общий да это общественная собственно средства производства и общественный характер непосредственно общественный характер производства, то есть это преобладание общественных интересов. Так вот для того, чтобы преодолеть эту пропасть между преобладанием частных интересов, личных интересов и преобладанием общественных интересов, и нужны профсоюзы. Это вот первый шаг, который человек делает для того, чтобы в последующем быть готовым к жизни в коммунистическом обществе. Не значит, что он в обязательном порядке этот шаг сделает. Мы знаем, что и в самих профсоюзах есть противоположная тенденция, особенно это касается профсоюзной верхушки, которая зачастую начинает преследовать свои собственные интересы, отрывается от коллектива и, собственно говоря, здесь уже о никаких общих интересах и защите вещи не идет. Но мы должны вспомнить и должны вернуться к первоначальному смыслу и первоначальному значению профсоюза, что профсоюзы – это все-таки не профком, это союз работников, союз рабочих, которые совместно борются, не делегируя просто свои, так сказать, борьбу за свои интересы, пусть даже очень хорошим и умным людям и активным, а сами, так сказать, отходя в сторону. Вот такая концепция профсоюзов, конечно, никакой школой коммунизма являться не будет. профсоюзы – это представление о профсоюзах как о наемном таком органе, да, что мы вот тебя наняли, председателя правкома или правком, платим тебе зарплату из наших взносов и ты будешь профессионально отстаивать наш интерес. Да, конечно, такие профсоюзы никакой школой коммунизма, безусловно, не являются, не являются. Что происходит дальше? А вот дальше происходит очень интересный момент, параллельно, ведь идея французской кружевозной революции, свобода, равенство, братство, очищенные, скажем так, да, от корыстных интересов бурразии, которая, понятно, она пользовалась этими лозгами для прикрытия своих интересов, но нашлись люди, которые приняли все это за чистую монету и действительно стали думать о том, что, как действительно, а как устроить общество справедливым, как сделать такое общество, где люди действительно будут свободны, где люди будут друг другу братьями, люди будут равны друг другу, то есть появляется социализм, вначале это социализм утопический, потому что не было представления о том, не было понимания того, каким образом будет осуществляться переход к этому обществу, ну и, соответственно, это порождало всякие мечтания и представления, больше, скажем так, больше речь шла о том, как будет выглядеть это будущее, но не о том, каким образом мы можем это будущее приблизить. Ну и, наконец, появление основоположников марксизма, это Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые, собственно говоря, и создали научный социализм. В чем его научность? Научность его в том, что впервые было открыто, было провозглашено, что есть сила, которая может привести общество в более справедливое состояние, перейти от царства необходимости к царству свободы, и были намечены пути этого перехода. Для того, чтобы создать научный социализм, была проделана колоссальная работа, и мы знаем, что в трудах и Маркса, и Энгельса научный социализм получил свое подлинное обоснование. И дальше, после того, как некоторое время рабочие движения и научный социализм, они очень недолго могли существовать раздельно, но рабочие, особенно прогрессивные рабочие, они восприняли вот это социалистическое учение как свое. Почему? Потому что оно отражало их коренные интересы. И рабочий класс принял марксистскую идеологию как свою, взял ее на вооружение и стал ее использовать. То есть, стало происходить соединение. Еще раз еще можно? Да, да, да. Последняя мысль в том, что среди множества теорий построения более справедливого общества, наиболее созвучным настроением, интересом рабочего класса оказался именно марксизм. То есть, рабочий класс взял на вооружение. Привнесли, да, естественно, интеллигенты привносили, но для того, чтобы что-то с чем-то соединилось, должно быть с родством. Потому что то, что не подходит тебе, то, что не соответствует твоим интересам, это может быть даже не осознаваться до конца полностью. Но оно отвергается. Так вот, марксизм оказался тем, что как раз было взято рабочим классом, было им воспринято. И развивалось дальше, естественно, уже шло развитие рабочего движения совместно с развитием марксизма, развитием научного социализма. И здесь вот мы видим тот этап, когда происходит, по сути дела, соединение экономической борьбы и борьбы политической. Потому что политическую борьбу могли вести отдельно представители социал-демократии, но для того, чтобы эта борьба действительно могла называться политической в полном смысле этого слова, она должна была соединиться с массами народа, с рабочим классом. Дальше экономическая борьба идет и продолжается при капитализме до какого уровня. Здесь мы видим, что на определенном этапе сначала у коммунистов, а потом уже и у рабочих, соответственно, возникает понимание того, что в рамках капитализма, в рамках этой общественной формации невозможно добиться прочного успеха в экономической борьбе. Соответственно, для того, чтобы полностью осуществить свои экономические интересы, рабочий класс должен завоевать политическую власть. И вот, когда происходит это осознание, когда начинают создаваться партии, партии рабочего класса, тогда и со стороны буржуазии тоже начинается встречное движение, в том числе и в идеологическом плане, начинается борьба идей для того, чтобы, так сказать, сбить с пути, оторвать, разорвать, оторвать рабочее движение от коммунизма. И одним из крупных событий, можно сказать, или течений, которые пытались это сделать, и, собственно говоря, заложили основу для дальнейшего ревизионизма, реформизма и так далее, и отказа от марксизма, это как раз так называемый экономизм. Это экономизм. Отцом-основателем экономизма можно назвать, и с полной справедливостью, Эдуарда Бернштейна. Эдуарда Бернштейна, который сам некогда был социал-демократом, но он, в принципе, и продолжал называть себя социал-демократом, и придерживался он до определенного момента марксистских взглядов, но, тем не менее, в какой-то момент он отошел от марксизма, и отошел настолько, что фактически полностью от него отказался. Если мы возьмем его работу предпосылки или условия возникновения социализма, в другом переводе, и задачи социал-демократии, и прочтем ее от корки до корки, то мы увидим, что, по сути дела, он отказался от всех положений марксизма. Это касается и философии, это касается и экономической теории марксизма, основанной на теории стоимости, это касается и политической теории марксизма. Вообще, труд, конечно, интересный в том плане, что, взяв его, можно найти в нем фактически все возражения против марксизма, которые мы встречаем и поныне. Ничего нового, ни одного слова, пожалуй, не прибавлено. Только эти возражения стали более поверхностными, более примитивными. А здесь видно, что человек умный и человек сознательно искажал марксизм, извращал марксизм, и сознательно, так сказать, манипулируя цитатами, приводя неполные цитаты, беря цитаты из разных периодов, так сказать, творчества того же Маркса и Энгельса, без привязки к конкретной ситуации, в связи с чем они были созданы. Вот он создает определенную такую картину, которая, ну, для человека неподготовленного, незнакомого с марксизмом, говорит о том, о чем вообще речь идет. Нету основы марксизма, вот о чем, по сути дела, его книга. Поэтому, если говорить об экономизме, то экономизм – это не просто какое-то отклонение легкое от марксизма, это не просто отказ от политической борьбы или отказ от революционного пути, хотя это тоже все присутствует, это все там есть. Это, по сути дела, это альтернативный путь, это альтернативный вариант, который полностью в интересах буржуазии. Абсолютно, любая строчка, откуда ни возьми, она направлена на то, чтобы сохранить политическое и экономическое господство буржуазии. И тот путь, который он предлагает, можно называть его реформизмом, хотя на самом деле там не о реформизме идет речь, а речь там идет о том, что все постепенно по мере развития средств производства, по мере развития демократии все станут, так сказать, гражданами и собственниками отчасти, да, получив там какие-то доли в акционерных обществах, то есть получив долю средств производства, и уже перестают быть пролетариями, перестают быть только наемными работниками. И вот такое общество, оно само собой, без всяких революционных потрясений, без всяких особых на то специальных усилий, оно придет к всеобщему благоденствию, так сказать, когда они будут недовольны, все будут счастливы. Вот в чем суть, то есть экономизм, но экономизм в издании Эдуарда Бернштейна это полный отказ от марксизма и путь, так сказать, усовершенствования, улучшайзинга, если можно так выразиться, капитализма, прихода к такому светлому обществу, где все-таки будут крупные собственники, да, будут все, но, тем не менее, все будут граждане, все будут счастливы. Конечно, он говорит о том, что колонии мы должны сохранить, если мы пользуемся плодами из колонии, ну, почему мы не можем сами, так сказать, и колониями владеть, ничего тут такого нет страшного. Все это нормально. Вот, значит, нашими отечественными некоторыми социал-демократами это было воспринято, ну, такими неокрепшими умами, как какое-то новое слово в марксизме, что это вот лучшее, так сказать, что можно придумать. Ну, и, соответственно, при переносе на российскую почву, вот, российский экономизм, он заключался, он, конечно, был не такой, скажем так, радикальный, да, но речь, если говорить о российских экономистах, очень хорошо, опять-таки, изложил это Степан Сергеевич, что речь шла о том, что вот рабочие, они сами с собой борются стихийно, это нормально, но не надо им претендовать на политическую власть и вообще, так сказать, никакие политические организации не нужны. Какие возражения были со стороны Владимира Ильича Ленина и других наших коммунистов, да, что вообще-то рабочие организации не только профсоюзы, уже есть коммунистическая, ну, социал-демократическая партия, есть уже политическая составляющая, есть политическая борьба, и мы должны все это отбросить, пойти назад, это в корне неправильно. Значит, тема, которую мы сегодня затронули, она действительно очень обширная, она сложная, она, наверное, трудно ее уложить, вот, даже в час один, Ну, я все-таки хотел бы для того, чтобы сделать какой-то задел на будущее, да, сказать о том, что, ну, во-первых, экономист был посрамлен, да, потому что политическая организация рабочего класса состоялась, партия рабочего класса привела пролетариат к власти, партия рабочего класса построила государство, ну, рабочий класс, вернее, при помощи своей партии построил государство диктатуры пролетариата, осуществил переход к социализму, то есть коммунизму в первой фазе, и достаточно длительный период времени социализм просуществовал до тех пор, пока, опять-таки, в авангарде класса, в партии не стали преобладать ревизионистские, не марксистские настроения, когда партийные функционеры стали преследовать интересы отличные от интересов рабочего класса, в конечном итоге это привело к изменению в программе партии, изменению политики, изменению и по возвратному классу образованию и реставрации капитализма. Ну, я бы хотел, если говорить о будущем, в заключении, сказать о том, что экономическая борьба, почему я начал с того, что экономическая борьба не нами начата и не нами будет закончена. Закончилась ли экономическая борьба с построением социализма? Нет, не закончилась. Потому что, несмотря на то, что антагонистические классы были ликвидированы, но остался один-единственный класс. При социализме он сохраняется весь первый период, всю первую фазу коммунизма. Это рабочий класс. Значит, если есть класс, у него есть экономический интерес. И его экономические интересы, они не меняются. Да, нет наемного характера труда, но условия его труда, все-таки, первую фазу коммунизма, они отличаются от тех остальных и отличаются в худшую сторону. Поэтому борьба за экономические интересы, а именно улучшение условий труда, это, прежде всего, сокращение рабочего дня и улучшение непосредственных условий труда в узком смысле. Она продолжается, и продолжается она, прежде всего, в форме государственной политики. И здесь я хотел бы обратиться к цитате из книги Михаила Васильевича Попова «Классовая борьба». Он пишет о том, что, говоря о классовой борьбе и ее достижениях, только то, что сегодня при капитализме добывается с помощью классовой борьбы, с помощью забастовок, она потом, то есть после социалистической революции, добывается тоже классовой борьбой, но с использованием силы государства, с использованием такого мощного рычага, как социалистическое соревнование. Сегодня же наши экономические единицы борются друг с другом, а рабочих опускают на дно. Страница 16. И на странице 17. Проблема экономической борьбы в условиях капитализма очень сложная и трудная для рабочих, но только научившись этой борьбе, они смогут успешно вести в дальнейшем, после установления своей власти, экономическую борьбу и контролируя свое государство и экономические процессы, когда целью производства будет обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Благодарю за внимание. Спасибо за вопросы. Вопросы от Степана Сергеевича Маленцова. В чем отличие экономизма от трет-юнионизма? Как я уже сказал, экономизм это, по сути дела, полный отказ от марксизма. Это учение, враждебное марксизму. Полностью ему противоположно. В том числе, если мы опять-таки возьмем Эдуарда Берштейна. Он пишет о том, что вообще-то в отдельных случаях может забастовочная борьба и повышение заработной платы способствовать улучшению экономики. Но в основном это вредно. Вредно повышать рабочим заработную плату. Вот о чем пишет Берштейн. И, соответственно, борьба рабочих за повышение заработной платы. Есть борьба вредная в целом для развития общества. Ну и здесь мы видим сразу, какое отличие от трет-юнионизма. Трет-юнионы все-таки, они требуют повышения заработной платы. Они требуют сокращения рабочего дня. То есть, трет-юнионизм, если, так сказать, по шкале каких-то плюсов, да, трет-юнионизм лучше, чем экономизм. В чем отличие экономизма от ортодоксального марксизма? Ну, я достаточно времени посвятил этому вопросу. Какие лозунги, на ваш взгляд, должны быть первого мая? Первый лозунг, который мы должны выставлять, это за сокращение рабочего дня до шести часов с повышением заработной платы. Это основной лозунг. И, говоря о том, почему, я могу объяснить. Значит, есть, вот и в том числе, Степан Сергеевич высказывал мнение о том, что, дескать, нельзя при капитализме добиться сокращения рабочего дня. Позвольте, первое законодательное сокращение рабочего дня в России было достигнуто еще, извините, при царизме, прокляпом, до одиннадцати с половиной часов, как вы знаете. А каким образом это было достигнуто? Это было достигнуто упорной забастовочной борьбой рабочих, которые выдвигали, не на одном предприятии, а на многих предприятиях России, выдвигали требования сокращения рабочего дня. Более того, к моменту издания этого закона, уже на многих предприятиях, не скажу, что на многих, но на ряде предприятий, уже рабочий день был меньше. Он уже был сокращен до десяти часов, потому что такие были требования рабочих, и они добились успеха. То есть, в определенном смысле этот закон, хотя он в целом ограничивал, конечно, продолжительность рабочего дня, но он даже был шагом назад, потому что рабочие уже своей экономической борьбой, классовой борьбой добились сокращения рабочего дня фактически. Второе сокращение рабочего дня до восьми часов, по факту, незаконодательно еще, произошло в короткий период капитализма, с февраля 2017 по октябрь 2017 года, когда явочным порядком на большинстве предприятий был введен восьмичасовой рабочий день, советская власть одним из первых своих декретов закрепила это достижение пролетариата. Поэтому сейчас я не вижу никаких препятствий, ни законодательных, ни, так сказать, единственное препятствие это недостаточная активность. Этот лозунг еще не воспринят адекватно, есть представление о том, что можно работать, работа не такая тяжелая, как была, скажем так, век назад, можно поработать подольше, но пожить поменьше зато. Да. Товарищ Комарова, да? Да. Считаете ли вы, что предводители восстаний рабов и крепостных крестьян не поднимались в своих стремлениях выше экономических интересов? Ну, может быть, у них какая-то духовная составляющая была, но я-то говорил о том, что они не стремились завоевать политическую власть, то есть власть государства. И только в этом смысле я говорил о том, что восстание рабов и крепостные крестьяне – это экономические выступления, не политического характера. Назовите существенные черты экономизма в России без подписи. Это мой, товарищ Комарова. Да. Ну, вот я могу вам сказать, что сейчас я в России такого явного экономизма не вижу. Не вижу каких-то ярких представителей, которые бы действительно следовали экономизму и были его приверженцами, я не могу сказать. Поэтому экономизм – это в большей степени историческое явление, чем явление сегодняшнего дня. На сегодняшний день мы имеем более, скажем так, глубокую проблему. Мы имеем слабое рабочее движение и параллельно, так сказать, практически с небольшими какими-то соприкосновениями довольно мощное в идеологическом плане коммунистическое движение. Есть коммунисты, есть рабочие, к сожалению, пока не очень они друг с другом взаимодействуют. Я думаю, что основная причина здесь всё-таки – это слабость рабочего движения. Но, опять-таки, возвращаясь к вопросам экономизма, да, вот, наверное, если говорить об экономизме, то я бы понимал сегодняшний экономизм в России как то, что рабочие, они вот сами как-то смогут бороться за свои экономические интересы, не надо им помогать в этом. Они сами разберутся как-нибудь, да. Ну вот, получается, что не разберут, не разбираются особенно. Если мы посмотрим на те формы протеста, которые существуют, да, и формы борьбы. Какая основная причина забастовок? Не выплата заработных планов. Это край. Это не, извините, это не забастовка. Это не те требования, которые выдвинул там рабочий класс и за них стал бороться. Его довели до последней черты, и тогда он, так сказать, вот уже какие-то пытается какие-то действия совершить. Поэтому на сегодняшний день задача коммунистов не ждать пока там их рабочие поднимутся на забастовки, пока их пригласят, так сказать, возглавить это рабочее движение. А идти, собственно говоря, в коллективы, работать в коллективах, поднимать рабочих на экономическую борьбу, объяснять им их экономические интересы. Если вы думаете, что это что-то новое, нет, это не новое. Извините, все крупные стачки, практически, они не проходили без участия коммунистов, большевиков. Наиболее яркий пример приводил Иван Михайлович, скажем, один из наиболее ярких, это бакинская стачка рабочих на нефтепромыслах. Что коммунисты были в стороне, нет, они никогда не были в стороне. А Ивановские советы, что там коммунисты были в стороне, они не входили в совет по соображениям, по конспирациям, но непосредственно участвовали в организации и стачек, и советов. Поэтому сейчас мы должны делать ровно то же самое. Спасибо. Спасибо. Так, у нас есть записавшиеся на выступление. Никифоров Владимирович Александрович, пожалуйста. До пяти минут. В марте 1902 года вышла работа «Что делать?» Наболевшие вопросы нашего движения. И «Красная нитью» через всю работу проходил вопрос как раз о соотношении экономической и политической борьбы рабочего класса. Вот прошло 117 лет, и мы опять, так сказать, возвращаемся к этому вопросу, и он постоянно у нас стоит. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что состояние рабочего класса как в то время, когда писалась эта работа, так и сейчас, имеет много, наверное, черт общих. То есть, как говорил товарищ, что и слабая борьба рабочего класса даже на уровне экономических интересов, малое количество забастовок, слабое очень влияние коммунистической идеологии, коммунистических групп. Да, и, соответственно, выдвигается вот этот вопрос, и рабочий класс как тогда, в те времена, так и сейчас, он стоит на развилке. И у него есть два пути. Один путь – это путь экономической борьбы, и коммунисты тоже могут помочь ему организоваться, профсоюзы, выдвигать экономические требования. И после того, как рабочий класс организуется, значит, мы туда внесем коммунистическую идеологию и пойдем к победе с революцией. Другой путь, о котором говорили российские социал-демократы в то время, который был указан в этой работе, это путь, когда экономическая борьба сочетается одновременно с политической борьбой. И вот как раз российская социал-демократия, российское рабочее движение пошло по этому пути. Пошло, конечно, оно не просто так, там достаточно серьезная борьба была, как на Западе, среди западной социал-демократии, так и среди российской. Но, тем не менее, там победила одна точка зрения, у нас победила другая, и, соответственно, рабочие движения пошли по разным путям. Вот то же самое и сейчас у нас наблюдается. Вроде как рабочее движение совсем слабое, вроде как мы делим шкуру неубитого медведя, а на самом деле точка такая определяющаяся, куда мы дальше двинемся. Мы видим, что сейчас делается в Париже, когда выходят сотни тысяч людей, ну и что там, может быть, главный лозунг, что долой капитализм, долой, да здравствует диктатура пролетариата, да здравствует, да ничего подобного. Ну там ливацкие какие-то группы отдельно громят, да, вот на этом все и заканчивается. И со временем все это дело, судя по всему, потихонечку будет сидено к нулю. В то время как российский рабочий класс во главе со своим авангардом сумел взять власть в свои руки, установить диктатуру пролетариата и приступить к строительству социализма. Вот, значит, два разных пути. Давайте вернемся в наше время, значит, как представляется некоторыми коммунистическими товарищами, ну, членами групп коммунистическом пути развития рабочего движения. Вот, например, недавно проходил Российский комитет рабочих в марте этого года в Нижнем Новгороде, и один из выступающих говорит, сегодня провозглашать какие-то политические лозунги в отвлечении от организации забастовочной борьбы, это значит плестись хвостил буржуазии, улькалечивать буржуазные струи. Если люди не идут путем забастовочной борьбы, значит, они не собираются развивать старую государственную машину. Ну, начнем с того, что забастовочная борьба это не единственное средство борьбы рабочего класса, там Ленин еще говорил о многих других, и даже не основное средство, как раз которое в те времена было, да и сейчас то же самое. И, во-вторых, ну что, политические лозунги, значит, мы в сторону отодвигаем, давайте вот экономическими делами займемся, и все. А дальше мы туда будем уже коммунистическую идеологию, после того, как оно организуется, будем туда его как бы впрыскивать просто. Другой товарищ выступает, товарищи рабочие, боритесь за свои сначала экономические, потом политические интересы, вернее, борясь за свои сначала экономические, потом политические интересы, вы вынуждены все общество вести к бесклассовости. Поэтому у вас право решающего голоса должно быть в жизни. И вы всегда будете принимать правильные решения. А вот мы, интеллигенты, ИТР, можем вам только помочь советом, делом, но когда доходит до конкретного действия, вы должны принимать решения и нас выталкивать, потому что мы ввиду нашего положения можем принять неправильные решения. Ну, а теперь приведем, вот я, кстати, из Ленина. Не сочтите меня начетником, но все-таки. Первые социал-демократы этого периода, усердно занимаясь экономической агитацией, не только не считали ее единственной своей задачей, а, напротив, с самого начала выдвигали и самые широкие исторические задачи русской социал-демократии, вообще и задачи неиспровержения самодержавия в особенности. Основная политическая тенденция – экономизм. Рабочие пусть ведут экономическую борьбу, точнее, было бы сказать, тридюнионистскую борьбу, ибо последние объемлят и специфические рабочую политику. А марксистская интеллигенция пусть сливается с либералами для борьбы политической. Тридюнионистская работа в народе оказывается исполнением первой, легальная критика – второй половина этой задачи. Чтобы признали желательным вести ту борьбу, какую только возможно вести рабочим при данных обстоятельствах, а, возможно, признали ту борьбу, которую они ведут в действительности в данную минуту. Это вот положение из рабочего дела. Наоборот, мы, революционные социал-демократы, недовольны этим преклонением перед стихийностью, то есть перед тем, что есть в данную минуту. Вместо того, чтобы звать вперед к упрощению революционной организации и расширению политической деятельности, стали звать назад, к одной тридюнионистской борьбе. Провозгласили, что экономическая основа движения затемняется стремлением постоянно не забывать политический идеал. Что девиз рабочего движения – борьба за экономическое положение. Или, еще лучше, рабочий для рабочих. Объявлялось, что стащичные кассы дороже для движения, чем сотня других организаций. – Ну, хочу привести отрывки из выступления товарища Герасимова. – До пяти минут. – Сейчас здесь, семь минут, насколько я помню, было. – До пяти минут. – Я на семь минут. – Товарища Герасимова, вашего товарища, так сказать. – Товарища. – Да, два года назад, здесь же, после выступления товарища Герасимова. То, как Михаил Юрьевич Биряев говорил, что нам зарплату только дала, это, конечно, никак не коренный интерес рабочего класса. Это портунизм. То есть удовлетворение сиюминутных интересов за счет интересов долговременных. Это, к сожалению, присуще рабочему движению России. Рабочему классу нужна перспектива. Во-вторых, разные инструменты. Профсоюз – это мощный инструмент. Но профсоюзное движение идет в виде синусоида без нарастания. Для осознания своих глубоких интересов рабочим необходима партия. Без этого никуда не уйдешь. Наши партийные товарищи в порту этого не вполне осознавали. Нашлись бы товарищи и вступили бы в РПР. Но слабо эта работа велась, в том числе и нашими товарищами. В ходе борьбы на одном предприятии советы не создашь. И советов на предприятии быть не может. Можно создать организацию рабочих. Но это не будет советом в научном смысле, как они были созданы в Иванове. Они были созданы не назовуя в городе. И состоялись представители источкомов предприятий. То есть надо, чтобы немаленькое количество предприятий было охвачено стащичной борьбой. И чтобы представители этих стачкомов вошли в городской совет. Это будет полноценный совет. Для этого нужна определенная эволюционная ситуация. Я думаю, что уважаемый Иван Михайлович не поменял своих взглядов. Я думаю, ничего там... Жалко, что его здесь нет. Можно было бы спросить. Таким образом, я не вижу серьезных разногласий. Ну, конкретно между РПР и РКРП. Так что у нас нет лимита на революции. Мы признаем необходимость установления диктатуры пролетариата революционным путем. Да, у нас имеются какие-то частные разногласия об участии или не участии в буржуазных выборах. Когда это участвует. При каких условиях. И чего добиваться. Имеются какие-то тактические разногласия еще по программе, по уставам. Но, в принципе, это вопросы, которые решаются. И поэтому я не вижу, так сказать, таких кардинальных различий между нами. А нас достаточно мало. И хотелось бы все-таки объединить нашу силу. Вот на сей, на чем я хочу гаднуть. Степан Сергеевич Мальцов, пожалуйста. Наверное, надо поблагодарить Минис Борисовича все-таки. Да, он начал издалека экономическую борьбу. Со основ зарождения государства, рабовладельческий строй. Рассказал о формах, которые мы не задумываем сейчас, потому что они давно в прошлом. Но, тем не менее, современные формы, они как-то определенной преемственностью обладают. Поэтому это интересно было все послушать, еще раз подумать. Но, мне кажется, я не согласен с положениями, которые Минис Борисович говорил о борьбе в рабовладельческом строе и феодальном, как только о борьбе экономической, без политического, без всякого контекста. Что, якобы, это невозможно. Мы знаем, что вооруженное восстание есть высшая форма классовой борьбы. Классовая борьба, она всегда политическая. Вот эти восстания, на которые Емельян Пугачев, Степан Райзин, Кондрат Булавин, Конечно, мы про феодальны, говорим, период. Конечно, это борьба за власть. Потому что они сметали помещиков, устанавливали свои порядки. Она не могла реализоваться на практике. Та модель, которую они задумывали. Это да. На практике мог получиться только капитализм. Он и получился. И в 1905 году в России революция была пролетарская, а год первой русской революции был крестьянский вопрос. Владимир Ильич Ленин говорил. Поэтому этот класс, он не является революционным классом. Он не способен исправить и под себя устройство общества сделать. Это да. Но тем не менее он борется и политическими способами и тоже, методами. Важно не только то, что он может победить или не может, а сам по себе постановка, что он борется за власть так, как может. По экономизму я тоже не очень удовлетворен с этими определениями. Не вполне они точные. И очень мало времени в лекции было уделено этому аспекту. Так чем отличается треть-юнионизм от экономизма? Минист Борис сказал, что треть-юнионизм это чуть ли не марксизм, это очень хорошо. А вот экономизм это плохо, потому что это антимарксизм. Между тем экономизм это течение внутри марксизма. Оно родилось внутри. И основные теоретики экономизма, они как раз все были легальными марксистами. Это они породили эту идею. Идея она очень созвучна. И то, что Владимир Никифоров говорил передо мной по Ленину, что треть-юнионизм и экономизм, они смыкались. Это примерно одно и то же. То есть есть экономическая стадия борьбы, которую рабочий класс должен пройти, потому что он не развит сейчас. Мы видим, что очень плохое у него положение материальное. Пускай он занимается, эту стадию проходит, а когда он дойдет, дорастет, вот тогда мы придем и будем организовывать дальше двигаться. Это неправильная постановка вопроса. И любая экономическая какая-то уступка со стороны буржуазии, которая дается рабочему классу, она добывается в политической борьбе. И вот эти часы сокращения рабочего времени, они были сделаны буржуазии под угрозой потери вообще господства своего. Это не то, что боролись за коллективный договор на предприятии и заставили забастовкой буржуя сократить рабочий день. Ну да, они боролись за власть. И когда господствующий класс увидел, что да, может потерять власть, вот тогда, чтобы снизить накал, он пошел на эту уступку. Это в Ленина тоже мы видим. Без политической борьбы, серьезных экономических успехов и изменения своего положения быть не может. Поэтому тот же Бернштейн, который, я правда его не считал, не буду говорить. Но с ваших слов следует, что Бернштейн поставил модель, что по мере развития производительности труда экономическое положение рабочих будет улучшаться. У вас такая же концепция. И вы даже в коллективный договор забиваете это. И советуете забивать докерам, например, что по мере роста производительности труда будет у них повышаться заработная плата. И 6-часовой рабочий день будет экономическая основа. И это можно добиться коллективным договором. В чем отличие Бернштейновской концепции от вашей? Я что-то не очень уловил. Но за лекцию спасибо. А, на 1 мая еще. Лозунг, да? Можно сразу объявление сделать? Давайте мы подробнее. Подробнее. Хорошо. Объявление я... Последний выступающий спор. Поскольку мы спорили на прошлом занятии, и сейчас этот спор продолжается. Я думаю, что нам еще путь к истине предстоит. Ну, я не мог здесь тоже не удержаться, поскольку какое-то здесь, получается, недопонимание. На мой взгляд. Но ведь главнейшую мысль, которую сказал Денис Борисович, я вот записал, специально хотел сказать, и, получается, ее надо сказать. Защищая, скатеризуя свой экономический интерес, да? И я определения не буду повторять. Чтобы полностью осуществить свои экономические интересы, рабочий класс должен взять власть. Ну, вот она, так сказать, объективная постановка вопроса. А как делать? Вот это, так сказать, вопрос. Мне показалось, я вас послушал, что здесь другая односторонность. То есть, вот, разделяете как-то механически экономическую борьбу и политическую борьбу. Получается, что с грязной водой выкидываете ребенка. Потому что экономическую борьбу вы вот ограничиваете рабостовками, экономическими требованиями. А политическая борьба – это нечто другое. Но так, получается, незаметно вроде как. И переходите к политической борьбе, которая ведет буржуазии своих интересов, участие в выборах. Вы правильно привели работу Ленина. А я в другую хочу привести мысли. Известнейшая работа, классическая тоже называют. Доклад о революции 1905 года. То есть, Ленин написал эту свою работу после революции, первой русской революции 1905 года. Уже с учетом опыта того, что накопил русский рабочий класс и большевистская партия. Во-первых, приводит интереснейшую мысль, высказанную министром внутренних дел Германии и так далее. Который сказал, в каждой забастовке таится гидрореволюция. Ленин пишет полностью согласен с этой мыслью. И дальше он проводит анализ забастовочной борьбы, которую привели всеобщей стачки и первой русской революции. Два отряда рабочих классов России. Вот металлисты, самые передовые, которые в своих забастовочных требованиях включали политические требования. И другой пластик стильщики, которые по численности были, если не ошибаюсь, два-три раза больше, но политических требований не было. Вот что пишет Владимир Ленин. Интереснейшая мысль. Отсюда с полной ясностью вытекает, что только экономическая борьба. Вот пишет слово, не просто экономическая, только экономическая борьба. Только борьба за немедленное улучшение своего положения способна стряхнуть широкие слои эксплуатируемой массы, дать им действительное воспитание и превратить в революционную эпоху в течение нескольких месяцев политических борцов. То есть вот на этом я хочу закончить. Это очень опасное дело вот так вот разделять и, скажем, вместе с грязной водой выплескивать и ребенка. То есть единственный путь вот, вот эта экономическая борьба через забастовки, создание стачковов, через создание совета уже в городах, а это уже органы политической власти, приведет к победе рабочего класса. Спасибо. Вам заключить на слово. Товарищи, я хочу поблагодарить всех, кто задал вопросы, и всех, кто выступил со своими замечаниями. Безусловно, это тема, которую мы должны рассматривать, продолжать. И, наверное, цитаты можно найти, подтверждающие и ту, и другую точку зрения. Дело ведь не в цитатах. А дело в том, что мы должны смотреть в корень явления, в корень экономической борьбы. Я бы хотел сформулировать основную мысль своего доклада так. Любая классовая борьба, будь то борьба экономическая, будь то борьба политическая, она в конечном итоге идет за экономические интересы. Потому что завоевание политической власти, пролетариатом, как это было и в предыдущей эпохе, не решает вопрос о удовлетворении своих экономических интересов. Реализации, вернее, правильно сказать. Что реализация экономических интересов, в том числе, включает необходимость в себя политическую борьбу. Поэтому, совершенно правильно сказал Виктор Иванович, мы не должны разрывать, мы должны рассматривать политическую и экономическую борьбу в их диалектическом единстве. Рассматривать их как классовую борьбу. А классовая борьба, как писал Владимир Ильич Ленин, начинается тогда, когда пролетарии осознают свою принадлежность к классу, когда их борьба против отдельных представителей унитателей превращается в борьбу против всего класса унитателей. Но делать это сразу невозможно. Нельзя перескочить через этап экономической борьбы на своем предприятии и перейти непосредственно к борьбе против класса. И второй момент, о котором я хотел бы остановиться. Когда я говорил о том, что марксизм был воспринят рабочими как своя идеология, я хотел подчеркнуть то, что сегодня, к сожалению, большинством рабочих марксизм не воспринимается как свой идеолог. И во многом это связано с тем, что у рабочих есть недоверие к носителям марксизма. Потому что рабочий класс России пережил предательство своего авангарда, пережил предательство правящей коммунистической партии, которая привела, по сути дела, к реставрации капитализма. Поэтому мы не можем просто прийти к рабочему и сказать, вот вам капитал, вот вам манифест, читайте, просвещайтесь, здесь все написано, все хорошо, если будете это делать, реализуйте свои коренные интересы. Нужно восстановить доверие рабочего класса к коммунистической идеологии и к коммунистам. И сделать это можно только среди своих товарищей, только работая в коллективах, доказывая своей работой в интересах коллектива, в интересах своего предприятия, в интересах профсоюза, на предприятии, что действительно коммунисты могут думать об общественных интересах, думают, заботятся о благе трудящихся и в состоянии организовать борьбу трудящихся. Сначала на отдельных предприятиях, потом в рамках всей страны и, наконец, в борьбе за политическую власть. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Два объявления, все очень важные. Следующее занятие. Мы встречаемся 16 мая, через две недели. Это связано с тем, что на следующей неделе празднуем на 1 мая, затем через неделю, четверг попадает на 9 мая, еще один народный большой праздник. Мы будем участвовать в обоих. Поэтому 16 мая тема занятия «О противоречиях научно-технического прогресса». Ведет занятие депутат Госдумы 2-го созыва Владимир Федорович Григорьев. Это первое движение. По 1 мая, пожалуйста, прошу вас. А 1 мая? 1 мая я сейчас скажу. Мы традиционно подали заявку движения по Невскому проспекту с митингом на Исакевской. Сегодня позвонили из комитета, нашу заявку согласовали. Сбор с 10 утра, Лиговский дом 29. Рядом с БКЗ. Начало движения в 11-20. Приходим в 12-20 в Исакевскую и митинг за 2 часов. Основной лозунг, в который мы выходим и строим колонну, это не 6-ти часовой рабочий день, а немножко другой. Пролетарий всех стран соединяется. Но 6-ти часовой рабочий день тоже можно. В этом приглашаем всех, в том числе, принять участие в своем виде. Спасибо. А все, встречаемся с 1 мая.